Приветствую, друзья! Вы снова в рубрике «Дальневосточный фронт» на канале Ньюс Эйдер. С нами на связи наш друг, который работает по Дальнему Востоку, Найк Недворский. Найк, здравствуйте! Добрый день! Ну что ж, сегодня я попрошу вас дать небольшое вводное слово к интересному интервью с Виталием Блажевичем, профессором в Хабаровске, который был, кстати, изгнан из местного университета за свои антипутинские взгляды. Он китаист, лингвист, социолог, политический аналитик. И он рассуждает на этот раз о том, чем в целом Дальний Восток, как общность, как регион, отличается от других российских регионов. Почему, например, Хабаровск – это не Москва, не Екатеринбург, не Новосибирск. Что в нем особенного, что определяет его как абсолютно уникальный город? Что вы можете сказать по этому поводу? Вам несколько слов. Ну, не хотелось бы, конечно, предвосхищать тезисы, которые будет излагать сам Виталий Блажевич. Они, я думаю, очень интересны для всех, кто интересуется перспективой распада России на какие-то отдельно взятые регионы, в том числе на Дальний Восток. Но скажу только, что хабаровчане и шире дальневосточники, они имеют особое представление о том, что такое свобода и что такое воля. Собственно говоря, вот именно эти понятия, в том числе, раскрывает сегодня уважаемый наш собеседник. Господин Блажевич на связи с Хабаровск. Добрый день. Добрый вечер. У нас уже вечер. Все время забываю. Мы вперед на сколько часов, я не знаю. Но у нас UTC плюс 10. По Москве не будем равняться. У нас UTC плюс 10. Так что, добрый вечер. Ну или, как говорится в интернете, доброго времени суток. Суток, да. То есть, над Хабаровском, я так понимаю, сейчас спустились сумерки. Да, да, да. Вот не так давно уже. В прямом или в переносном смысле слова? И в прямом, и в переносном на самом деле. Да. И в переносном тоже. Ну вот у нас, знаете, новости про Хабаровский протест. Что все окончательно, вот уже последнюю более-менее нормальную площадку тоже запретили уже в Южном микрорайоне. Теперь, чтобы протестовать, люди ездят уже, знаете, куда-то на базу КАП. Ну, Хабаровчане знают. То есть, ну это, ну это, ну совсем уже очень далекий, отдаленный район Хабаровска. Ну дальше просто уже некуда. Так там еще где-то в каком-то там полузаброшенном парке. Вот там разрешают сейчас протестовать. Ну, соответственно, я, конечно, уже туда больше не... И если в какой-то момент разрешают протестовать там только где-нибудь там в лесу, на полянке, то есть, люди туда поедут... Ну вот, вот уже примерно то же самое уже и произошло. Так что, конечно, это уже, ну мне лично не очень интересно. Хотя я, конечно, тоже понимаю людей, то есть, вот они такие вот, ну, ну вот, вот, ну есть такая группа людей. То есть, они будут протестовать в любой случае, потому что вот они сами для себя вот так вот, знаете, как вот, ну, ну, как на посту. То есть, вот каждую субботу они должны вот выходить. И вот, и на самом деле я удивился, но и даже вот в этот лесопарк на окраине города все равно люди собираются по субботам. Так что... Ну, в чем смысл вообще таких вот выходов возникает? Ну, все равно, знаете, они собираются там, они общаются там, они все-таки видео какое-то записывают и, ну, вот, выкладывают. В интернете, так что, да. Ну, и более того, ведь и это вот площадку из южного микрорайона перенесли теперь вот туда, аж за северный микрорайон. То есть, это дальше, чем северный микрорайон. Так и вот на Концомольской площади все равно вот люди ведь собирались тоже, каждый день собирались без лозунгов, без, ну, атрибутики какой-то, без флагов. Ну, просто вот пообщаться. Их тоже начали уже просто очень серьезно, ну, как говорится, прессовать. Вот, и аресты, и все, что хочешь. Просто за нахождение вот на Концомольской площади, ну, это уже, ну, это уже в центре города. Вот, просто за вот общение, за то, что они там находятся, за то, что они обсуждают какие-то новости политические, какие-то вопросы обсуждают. За это их арестовывают, дают сутки, суды и все такое прочее. То есть, практически вот буквально вот за последнюю неделю, ну, за последние две недели, ну, произошел уже практически, ну, полный разгром протеста. Ну, как бы вот, ну, как внешней стороны протеста. Хотя, конечно же, ну, сам протест вот в душе людей, ну, в обществе, конечно, никуда не делся. Но вот чисто такие вот внешние проявления просто зачищают. И вот последние две недели, ну, практически уже зачистили. Получается, что люди ходят вот на эту, ну, я бы сказал, такую несколько кастрированную форму протеста. Просто для того, чтобы публично как-то обозначить свое мнение, да. Но это можно понять тоже этих людей, безусловно. Безусловно, если ситуацию в целом описывать, получается, что кто-то вот до сих пор выбирает для себя вот такую форму воли и изъявления. Кто-то, ну, молча затаил обиду, кто-то, возможно, затаил злобу там или какие-то другие нехорошие мысли относительно власти и ожидает какого-то момента. Но в любом случае, вот суммируя все эти реакции, мы видим, что поведение хабаровчан как-то все-таки, ну, и дальневосточников, может быть, шире, но сейчас мы в основном говорим о хабаровчанах. Оно все-таки как-то вот отличается от реакции на происходящее со стороны насилия России, которая живет на европейской части вот этой страны, соответственно. И вот к вам хотелось задать вопрос именно как к ученому, как к аналитику. И в чем вот само заключается отличие ментальности хабаровчан от ментальности центральных регионов России? Ну, это очень сложный вопрос на самом деле, потому что серьезных исследований, конечно же, нет и их не может быть. Все, о чем мы хотели бы узнать, отношение к чему мы бы хотели узнать дальневосточников, да, ну, или хотя бы всего лишь только хабаровчан, все это под запретом. Все это не просто под запретом, все это под запретом с, ну, как с угрозой уголовного преследования. Понимаете? Ну, какие могут быть социологические исследования, ну, если люди и ученые, и те, кто будут им отвечать на их вопросы, в этот момент, когда вот они будут отвечать, они все будут находиться под уголовным, ну, так сказать, ну, если не преследованием, но под возможностью уголовного преследования. Так что никаких исследований серьезных не было. Ну, можно сделать какие-то предположения, гипотезы какие-то поставить. Да, вот только вот на каких-то предположениях мы вот что-то как-то косвенно, как-то вот, ну, не совсем вот как бы научно, ну, мы можем что-то размышлять, о чем-то думать. Это в России пока что еще не запрещено, вроде бы. Ну, да, да, да. Хотя не факт. Да, в том-то и дело, смотря о чем размышлять и о чем думать. Ну, вот все-таки, ну, раньше-то проводили же кое-какие исследования, и есть какие-то, да, действительно и косвенные показатели, есть и все-таки, ну, какие-то статистические выкладки. Ну, и вот по статистическим выкладкам, и вот, ну, что мы можем сказать, что, ну, конечно же, ну, во-первых, это очень далекая периферия. То есть, дальневосточники, конечно же, эмоционально меньше, гораздо связаны с той же Москвой, ну, чем, ну, любые россияне, которые живут там, вокруг Москвы. Они чаще бывают в Москве, они, у них больше родственников там в Москве, они больше мечтают там уехать в Москву, там. Мы сейчас говорим про центральную Россию. Да, 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 конечно же, они больше с Москвой связаны, вот, ну, и ездят на работу, на подработки там разные. То есть, они, конечно же, больше связаны с Москвой, но Дальний Восток просто объективно гораздо менее связан с Москвой. Во всяком случае, они оторваны от европейской части России больше даже, чем, наверное, там, сибиряки там, или любой другой периферийный регион европейской той же части России. Так что, да, и эмоционально они оторваны, ну, потому что очень далеко. Но, вот, и, конечно, и политически теперь, вот, если говорить про политику, то и политически тоже оторваны. Понятно, что, вот, да, дальневосточники, ну, соглашались, ну, как бы, с политической системой, той, которую Россия им навязывала, но соглашались только до тех пор, пока эта система все-таки позволяла им как-то вот выбирать своих лидеров. И, вот, в этом плане Дальний Восток, Дальневосточные регионы, они более эмоционально относились к местным выборам, например. Все равно, вот, люди хотели, да, по российским законам, все по правилам, но они хотели выбирать своих. Они хотели всегда выбирать своих, а если им такое не предлагали, ну, невозможно было своих выбирать, то дальневосточники отвечали массовым бойкотом, например. Так что, вот я про что говорю, что политически дальневосточники тоже сейчас во многом оторваны от центральных районов. Ну, например, вот, это вот чистый факт, дальневосточники практически всегда очень сильно бойкотировали, ну, все федеральные выборы. Все федеральные выборы, особенно там какие-нибудь, там, я не знаю, там, ну, что-нибудь в плане изменения в Конституцию, или, например, как в 90-х годах введение новой Конституции. Дальневосточники в 93-м году явившихся было меньше, чем не явившихся, когда выбирали, вот, когда голосовали за, ну, Конституцию 93-го, например, года, да. Все, то есть, дальневосточники и вот из-за президента меньше ходят, голосуют. Ну, и вот вообще на федеральных вот этих выборах меньше всего принимают, потому что им это неинтересно. Ну, вот, ну, самый яркий пример, конечно, это последние вот федеральные выборы, когда голосовали за поправку в Конституции, поправки в Конституции. Да, Хабаровск почти на первом месте от конца по явке. Хабаровчанам это, ну, абсолютно, да и дальневосточникам недалеко ушли и все другие дальневосточные регионы, да и Сибирь, кстати, тоже. Ну, просто неинтересно им участвовать, потому что, ну, мы знаем, что как бы мы не проголосовали, вот мы вот единогласно проголосуем там против этих поправок, но вот такие регионы, как, например, Дагестан или там Чечня или там, ну, вот как называются эти вот электоральные султанаты, знаете, вот одного такого султаната хватит, чтобы, ну, перекрыть все наши голоса всего нашего Хабаровского края, понимаете? Потому что, ну, чисто там больше населения, там вот эта вот вся явка и все эти выборы уже до такой степени, ну, отточенные, ну, 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 вы понимаете, о чем я говорю, когда я вам говорю, что вот электоральные султанаты, ну, куда, вот, ну, куда Хабаровску там или Владивостоку против, ну, таких населенных регионов, как та же, например, Чечня там или Дагестан, ну, как Северный Кавказ, например, никогда и всегда все будет, как проголосуют в этих султанатах. И мы своего слова, ну, мы можем, конечно, сказать, но его никто не услышит и уж тем более никто, ну, не станет действовать так, как, ну, мы бы хотели. Наше мнение, ну, просто мы не можем донести. В федеральных вопросах, в местных, там уже интереснее. Конечно, всегда в местных, местная политика всегда была достаточно, ну, достаточно интенсивная и в Амурской области, и в Приморье, и в Хабаровском крае. Ну, и это традиционно, то есть, это, ну, начиная с 90-х годов. Ну, потому что на местных выборах вот это уже интереснее, вот это уже действительно мы можем сказать какое-то свое слово, мы можем выбрать, ну, того человека, какого мы хотим. Ну, и вот, как вы видите, что за последние вот лет 10 и это тоже уже, ну, закончилось все. Мы видели, что сделали из этих местных выборов. И уж тем более, ну, смысла нету, если вот, ну, присланные откуда-то, ну, и мы видим, что как их проводят через эти выборы. Ну, что ж, спасибо и до следующих встреч в эфире. Вам спасибо за вопросы, за общение, всегда приятно пообщаться. Надеемся, что как только, так вы сразу к нам вернетесь, потому что вы ведь и в Хабаровске тут неплохо, в общем-то, работали, и журналистом. И так что вас нам здесь не хватает, да. А я почти уверен, что все, кто вот поразъехался вот эта последняя волна, я уверен, что они все сразу вернутся. Конечно, те, кто в 90-х уехал, тех мы уже назад вряд ли дождемся, а последняя волна, мы вас ждем. До встречи. До встречи, до свидания.